Рассмотрим процесс проектирования концептуальной схемы данных с использованием ER-модель. Для того, чтобы построить концептуальную схему, нам необходимо выполнить набор действий, которые фактически опишут в нашей конкретной модели данных те понятия, которые используются в ER-модели. То есть мы должны в процессе проектирования концептуальной схемы выделить сущность, типы сущностей, и определить их с помощью некоторых атрибутов, для тех атрибутов, в которых возможно указать типы данных или домены, выделить связи, которые существуют между типами сущности и определить также их тип, указать ключи, которые позволяют идентифицировать сущности, то есть определить набор атрибутов, такой, который позволяет в рамках типа сущности уникально идентифицировать конкретную сущность и определить ограничения целостности для ER-модели. Они таковы. Для каждого атрибута вводится понятие допустимых значений, разрешенных значений и существующих значений. При этом удобно рассмотреть пример для того, чтобы описать, что же это такое. Так допустимым значением, ну, например, для атрибута возраста является положительное значение, ну, допустим, от нуля до ста с чем-то лет. Какое верхнее пороговое значение брать, это вопрос уже конкретной реализации. При этом, если мы, допустим, говорим о учете сотрудников организации, мы говорим, что разрешенным значением для атрибута возраста будет являться, например, возраст от 18 лет до 65. И для ограничения, такого ограничения целостности, как существующие значения, можно рассмотреть другой пример. Ну, например, мы говорим о том, что организация ведет учет сотрудников и в том числе ведет учет их заработных плат и отчислений в какие-либо пенсионные фонды или другие отчисления, которые обязывает делать государство. Так вот, размер отчислений ежемесячных из заработной платы сотрудника не должен превышать самого размера заработной платы. Таким образом, данное ограничение целостности описывается в виде ограничения с использованием существующих значений.